Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 12 апреля и вот только вчера я выложила видео про подкормки. Рассказывала, как я буду делать подкормку ослабленной рассаде и объясняла, что если вот у меня маленький стаканчик, но взрослая рассада, я вот смотрела, что много корней, корневая система огромная, то лучше всего сделать комплекс удобрений. Сейчас хочу немного подробнее тему подкормок осветить, потому что уже сегодня, ну и вчера и сегодня приходят комментарии, люди пишут, сделали подкормку, никаких результатов не видим. И я хочу вот сейчас особенно начинающим сказать, что вот сейчас, когда у нас у всех рассада, каждый второй хочет обязательно ее подкормить, ну хочется поухаживать, подкормить, подлить что-то. Каждый пятый, наверное, уже подкормил. И почти все, кто подкормили, они ждут эффекта от подкормки, чтобы сразу что-то чудесным образом так изменилось, преобразилось. И мы сейчас поговорим на тему, должен ли быть эффект от подкормок, нужно ли его ждать. И если нет эффекта, если вы не видите, значит ли это, что подкормка не подействовала, что она не работает. Ну начнем все сначала. Так, вот я говорила это про маленькие стаканчики. То же самое могу сказать и про большие. Вот я вчера говорила, что большие, которые я рассадила, я не подкармливала, а маленькие подкормила, потому что они уже там съели. Я вот сейчас объясню, что вот все, что я сейчас буду рассказывать, я сразу говорю, я не агроном, не биолог, все это основано на моем опыте, все это проверено годами. И вот все эти мои наблюдения вы можете замечать, можете не замечать, но поверьте, это на самом деле так и есть. Вот вчера я сделала подкормку, но не всем, а именно тем, кому недостался вот такой большой стакан. Все. Но смотрите, ну и в больших стаканах, вот которые я сейчас пересадила, они уже начали опять корнями там, как сказать, охватывать вот этот земляной ком. И через какое-то время, вот это у меня уже для открытого грунта, через какое-то время наступит тот период, возможно, что будет рано еще высаживать, а растение уже будет большое, ему не будет хватать. Возможно, я сделаю подкормку, возможно, нет. Но что происходит? Вот я вчера сделала комплекс этой, ну вот такой маленькой рассаде. Вот смотрите, когда я его сюда высаживала, он был вот такой маленький. Этого грунта ему было достаточно. Он рос, рос, у него вот так стабильно шло увеличение корневой, увеличение вот этой массы, все. Потом надземная эта часть может увеличиваться, а корни сдавленные. И если в это время я не сделала бы подкормку, то вот этот, как если графиком, то вот шло-шло ровно, и раз, вот так было бы, как сказать, обрушение. То есть понижение уровня жизни вот этого растения. Раньше ему было хорошо, у него листья росли, корни росли, все это было взаимо, ну как равномерно. Оно росло, развивалось. Сейчас наступает период, прекращается питание, все, растению плохо. И вот в этот момент, если я подкормлю, оно будет дальше продолжать свой уровень жизни, но ничего в нем не изменится. Оно не должно как-то как позеленеть, или оно не должно растолстеть. Если оно у вас не ухудшается, внешний вид, и если оно как равномерно дальше развивается, это и значит, что подкормка сработала. Вот это я говорю про комплексные удобрения. А какие подкормки дают быстрый эффект, вот который все хотят увидеть, все хотят получить? Быстрый, такой, даже иногда ошеломительный эффект дают, конечно, азотосодержащие подкормки. Это наши вот аммиачная селитра, мочевина, и некоторые только для того, чтобы улучшить внешний вид рассады, поливают вот этими адзотными удобрениями. И тогда растение, да, конечно, оно как в сказке, у них сразу, возможно, на следующий день вы сразу увидите, делаются листья прям яркими такими, зелеными. Они могут сделаться даже толще, вот этот вот, как сама структура, более толстая, более рыхлая. Но стоит ли этому радоваться, и стоит ли считать это хорошим результатом? Конечно, нет. Потому что вам всегда все говорят, и в видеороликах, и статьи пишут, что азотные подкормки, они вредят. Что происходит? Зеленая масса нарастет, она будет большая, сочная зеленая листва, все. Корневая система, возможно, даже отстанет от развития вот этой надземной части. И вот такое растение, оно будет более восприимчиво к заболеваниям, оно более слабенькое, оно реже выдерживает вот эти понижения температур, оно чаще болеет, оно долго болеет после пересадки, и получается, что мы получаем обратный эффект. Получив красивое, вот такое здоровое зеленое растение, мы делаем его ослабление, потому что оно не получит фосфора, оно не получит калия, оно получит азот, который ему не сильно нужен. И вот про эти эффекты, когда пишут, что никакого эффекта не видим, мы и не должны видеть никакого эффекта. Еще раз говорю, если растение вот такое, оно не сильно хилое, ну вот, например, вот опять его возьму, если оно не сильно хилое, вот стволик такой, ну да, оно немножко потянутое, потому что оно уже взросленькое, оно должно быть более приземистое, но они все-таки растут в теплых условиях, дома росли, вот эту неделю мы вообще сидели дома, было холодно. И вот сейчас я их вынесла, я увидела, что все они немножко подвытянулись, поэтому мы их с сегодняшнего дня оставляем здесь, на улице. Если вы видите, что растение такое само по себе неплохое, я уже все это говорила, листья не очень желтые, но они вообще не желтые, если оно не, нет таких явных признаков ослабленности, то азотные, если вы не азотными удобрениями, а если комплексными будете подкармливать, то никаких изменений вы не увидите. Оно будет продолжать дальше расти своей жизнью, просто оно не ухудшится качество рассады, а будет вот на этом стабильном уровне дальше продолжать. Если бы вы, например, не делали подкормку, то оно, конечно, если там нет когда питания, оно уже начало бы желтеть, вот эти нижние листья желтеют, засыхают и отваливаются. Но еще раз повторю, что можно делать и азотные подкормки, в том случае, если грунт сильно бедный, если действительно листовые пластины желтеют, светлый цвет, если маленький тонкий стебелечек такой, то азотные удобрения все. Но у нас сегодня тема, какая подкормка дает быстрый эффект. Конечно, азотные, селитра и мочевина, но вы не ждите этого эффекта, он вам не нужен. Мы делаем подкормки, чтобы не ухудшилась жизнь растения, чтобы было на том же уровне, и не нужно делать подкормки вот для этого внешнего эффекта. Это все фантик. Мы должны думать о том, что там внутри растения, а не вот эти внешние красивые зеленые пальмы. Я надеюсь, объяснила вам понятно, что если у вас нет эффекта от подкормки, это не значит, что она не работает. Это не значит, что вам нужно чем-то подкармливать еще, чтобы дождаться эффекта. Не нужно ждать эффекта. Они томаты, они такие, они и должны быть такие, с не очень жирными листьями, они не должны быть такие, как, как вам объяснить. Вот я говорила, что огурцы, они любят вот эти все подкормки, для них жирование, им надо зеленые листья такие были, чтобы сочные, мощные, а это нет. Томат у нас неприхотливый, и подкормить его достаточно один или два раза, вот в таком взрослом состоянии, маленькую рассаду подкармливать вообще не рекомендуют. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова. Будем понемножку, буду помаленьку, по маленькой капельке, добавлять информацию и про подкормку, и про рассаду. Я все это говорю по сто раз про одно и то же, только для того, чтобы вы поняли, что подкормка это не панацея, не надо стараться с помощью подкормки добиться красивости, вот этой нашей пышности, они должны сами по себе вырасти. Все. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...